Здравствуйте, дорогие друзья! Доктор Атабеков Игорь Игоревич на связи, канал На Пульсе. Я врач-онколог, кто меня не знает. Сегодня с вами поговорим на интересную тему. Это вздутие, боль в животе, запоры, диарея, бурление, газообразование излишнее в ответ на некоторые продукты на питание. Поговорим об избыточном бактериальном росте и о том, какие у него симптомы. В принципе, симптомы я уже назвал. Диагностика и отдельно поговорим о лечении. В основном я буду пробегаться очень кратко, потому что тема крайне обширная. Тема должна... Лечение в любом случае и диагностику все проводит врач-гастроэнтеролог. Хорошо, если это какой-то крупный центр, потому что вы увидите, что некоторые диагностические процедуры достаточно... Ну, естественно, их нет в поликлиниках, в большинстве поликлиник. Поэтому, если человек действительно хочет поставить правильный диагноз, нужно обращаться в крупные центры. Но, в общем и целом, я вам так быстренько постараюсь пробежаться и рассказать о том, что такое синдром избыточного бактериального роста. И более подробно я вам расскажу о специальной диете для этого синдрома, о том, как ее придерживаться, какие продукты можно, какие нельзя. Потому что это то, в принципе, что мы делаем дома. Питаемся мы дома, а врач в больнице будет уже назначать препараты. Давайте начинать. Итак, избыточный бактериальный рост. Да, у нас в кишечнике есть бактерии. Большая часть бактерий в толстой кишке, в тонкой кишке. Особенно в начальных отделах бактерий должно быть меньше. Почему? Потому что основные питательные вещества должен получать наш организм, а не съедать бактерии. Но бывают такие ситуации, когда бактерии слишком сильно заселяют тонкую кишку, их становится очень много. Они пожирают наши с вами питательные вещества. Оттого у нас много всяких проблем и дефицитов, и витаминов, и белка, и прочего. Более того, они в процессе своей работы начинают вырабатывать газ. И лишняя вода скапливается, газ скапливается, может раздувать живот. И это, конечно, вызывает некоторые симптомы, такие как вздутие, может быть боль в животе, могут быть расстройства стула, отрыжка, метеоризм, может быть даже жирный стул, потеря массы тела. Эти симптомы обычно меньше с утра, но зато вот, когда человек начинает есть, они проявляются сильнее. И у некоторых возникают симптомы первые уже через минуты после еды, у кого-то через часы. А у пожилых людей, кстати, может быть достаточно стертая картина и не быть практически никаких симптомов. Например, есть только потеря веса. Как же эти бактерии заселяются в кишечнике? Тут есть несколько факторов. Первый фактор, они могут идти сверху, из нашего рта, из пищевода, легких, проглатываться со слюной и через желудок. Если барьер желудка работает плохо, то слишком много бактерий будет попадать в кишечник и, к сожалению, его заселять. Например, когда атравический гастрит, я об этом раньше рассказывал, на фоне чаще всего хеликобактер пилори. Это может быть прием всяких препаратов для подавления кислотности, от изжоги, тот же АМЕС, например, или другие препараты данной группы. И, как я рассказал раньше, чем дольше мы принимаем этот препарат, тем больше вероятность развития СИБР. Вот вы можете здесь посмотреть в таблице, что если препарат АМЕС принимать до полугода, то только 8%, если до года у 21%, а больше года уже 61% развивается СИБР. Вы понимаете, насколько важен барьер желудка. Более того, в защите от данной проблемы еще, конечно, играет роль обязательно желчь. Поэтому любые нарушения работы желчных протоков, нарушения работы поджелудочной железы, это все имеет антибактериальное действие. То есть, мало желчи, мало, естественно, уничтожения бактерий, паразитов. Далее, могут еще заселяться бактерии снизу идти. Например, если у пациента есть дивертикулы, если плохо работает этот клапан или ацикальный между тонкой кишкой и толстой кишкой, то могут бактерии с толстой кишки идти вверх против движения, плюс замедление движения кишечника. Например, у человека проблемы со спиной сильные, повреждения нервов какие-то, травмы. Может быть, человек принимает препараты типа обезболивающих наркотических, транквилизаторы. Некоторые препараты действительно замедляют моторику кишечника. У человека, может быть, есть болезнь крона, неспецифический язвенный колит, у человека синдром раздраженного кишечника. Все вот это факторы риска для того, чтобы флора излишне заселяла тонкую кишку. Как же можно поставить диагноз? Когда вы обращаетесь в центры, в серьезные гастроэнтерологи, они могут делать это различными методами. Можно делать гастроскопию, брать содержимое 12-перстной кишки, как вы здесь видите, исследовать на состав бактерий. Но есть и другие методы. Вы видите, здесь можно исследовать, например, молекулярно-генетические или короткоцепочные жирные кислоты исследовать. Но сейчас очень перспективными являются дыхательные тесты, так называемые. Вот, например, водородный дыхательный тест, когда человек использует либо глюкозу, либо лактулозу, которые начинают расщепляться в кишечнике, идет высвобождение водорода, он всасывается в кровь и выдыхается человеком. И мы измеряем до того, как человек принял это средство и уже после, там, каждый определенный промежуток времени. И если очень быстро вдруг начинает человек выдыхать водород, значит, что у него очень много бактерий, они интенсивно быстро перерабатывают. И у него наступает как раз излишнее газообразование. И вот показаниями для такого исследования являются, как видите, и синдром раздраженного кишечника, и подозрения на всякие непереносимости разных продуктов, всяких разных, и при избыточном бактериальном росте, и при циррозе, и при всяких разных заболеваниях, проблемах с поджелудочной шлюзой и так далее и тому подобное. То есть это вот все назначает врач-гастроэнтеролог. Здесь указаны правила подготовки к тесту, это вы либо сами почитайте, но вообще, если вы будете, пойдете уже на обследование, то вам это все расскажут. Я не буду на этом останавливаться. Вот как вы здесь видите, у вас после того, как вы примените препарат, будет каждый до, и каждые 15 минут будут потом изучать уровни выдыхаемого водорода. Что еще очень важно? Нужно обязательно, если вот есть такие симптомы, проверить, провериться на аллергические всякие реакции, на определенные продукты, в частности сдать антитела против продуктов тех или иных, и мы можем увидеть, есть ли аллергия. Плюс, часто у таких людей может быть непереносимость лактозы. Кстати, что интересно, иногда мы можем провести тест на непереносимость лактозы, и оказывается, что непереносимости нет. Но человек начинает пить молоко, и у него опять проблемы. На самом деле, в молоке много других компонентов, на которые у человека могут быть непереносимость, не только на лактозу. Это такое вот интересное наблюдение. Плюс, глютеновая гиперчувствительность. Ну, то есть, не обязательно это будет целиакия, но есть и другие виды непереносимости глютена. Я об этом рассказывал в отдельном видео. Ну, и, конечно, если мы возьмём основные подходы к лечению, основные средства, которые у нас есть, это либо антибиотики, надо уничтожить лишнюю микрофлору, плюс есть у нас пробиотики, то есть бактерии, есть пребиотики, то есть волокна для питания бактерий, и есть метабиотики. Это отдельная вообще интересная тема. Значит, касательно антибиотиков, чаще всего назначается рифоксимин. Этот антибиотик минимально всасывается, будет воздействовать в кишечнике, и к нему достаточно низкий уровень резистентности у бактерий. Но есть и другие альтернативные антибиотики. Повторюсь, всё это лечение, конечно, означает врач-гастроэнтеролог после проведения необходимых тестов. Далее. Я вам говорил, что могут быть проблемы с пищеварением, недостаток желчи, недостаток работы поджелудочной железы, когда тоже возникают подобные проблемы, или как причина избыточного бактериального роста. Конечно, там может понадобиться назначение ферментных препаратов или желчных препаратов, и, конечно, лечение основного заболевания, которое привело к этому избыточному бактериальному росту. У пробиотиков, у бактерий, на самом деле, есть целый ряд всяких неприятных аспектов и проблем. Вы можете увидеть, что мы не всегда знаем оптимальные дозы. Эффект у них очень часто кратковременный и недолго сохраняется, пока мы их принимаем. Не все пробиотики являются полностью безопасными, даже если касается лактобактерий или бифидобактерий, а уж не говоря о всяких там сахаромицетах, стрептококах, энтерококах, шерихиях и прочих. Могут вызывать еще больший дисбаланс, могут сами собой вызывать инфекцию, если есть ему на дефицит. Могут даже делиться своими генами нечувствительности к антибиотикам, с другими бактериями и вызывать, дарить им, как бы, учить их нечувствительности. Иногда могут вносить дисбаланс в микрофлору. Я как-то рассказывал вам про баланс фермикутов и бактериоидетов. Так вот, дисбаланс участвует в... С одной стороны, одни бактерии являются провоспалительными, защитными, иммунными, а другие являются противовоспалительными и против ожирения. И должно быть все в балансе. Иначе будет либо чрезмерное воспаление, либо будет чрезмерный набор веса и различные проблемы с печенью и так далее. Так вот, пробиотики могут тоже, если их использовать бездумно, они могут тоже вызывать, усиливать этот дисбаланс. Здесь указаны основные функции пробиотика в данном случае. Но должен заметить, что по проведенному метаанализу, прием пробиотиков, он, во-первых, не снижает заболеваемость с раздраженным синдромом избыточного бактериального роста. Во-вторых, он, в принципе, улучшает показатели лечения этого заболевания и чаще удается избавиться от лишних бактерий в плане лечения и может помочь с болью в животе. Но против диареи не особенно они были эффективны. Вообще, у меня есть отдельное видео по пробиотикам при различных заболеваниях кишечника. Там подробно, при каких болезнях помогает, при каких нет. Посмотрите обязательно. И отдельное интересное направление – это метабиотики, то есть на основе веществ, выделяемых микробами. Я тоже как-то об этом рассказывал, что если даже взять выращивать бактерии и брать над ними жидкость, сами бактерии не брать, в эту жидкость бактерии в процессе жизнедеятельности вырабатывают свои активные вещества, продукты жизнедеятельности. И как раз вот эти вещества, они производят на нас с вами свой эффект. То есть на бактерии не обязательно даже глотать, а можно брать их вещества. Это подобно вот сейчас. Я очень интересуюсь темой, изучаю мицелия и грибов. Мицелия и гриба, да, сам гриб живой оплетает зерна, прорастает, поедает это зерно и вырабатывает туда свои вещества. Потом мы сушим этот мицелий, получается, сам гриб погибает, но остаются вот эти зерна с пропитанными питательными веществами. И эффекты очень хорошие у этих продуктов, очень интересны на самом деле. При том, что мы используем микродозы, но вот это зерно пропитанное, ферментированное, оно оказывает огромное количество различных эффектов. У меня есть целый плейлист о лечебных грибах. Обязательно посмотрите, потому что это дополнительная природная аптека. Так вот, здесь примерно то же самое метабиотики, когда используют продукты жизнедеятельности вот этих вот организмов. Что ещё? К сожалению, у достаточно большого количества людей, примерно у половины, после проведённого курса уничтожения личных бактерий, всё возвращается. По-видимому, связано с тем, что если у человека развилась, значит, есть уже какая-то проблема, предрасположенность, которая к этому приводит. Если её не убрать, то будет опять возвращаться. Так вот, в некоторых случаях, в редких, приходится прибегать к антибиотикопрофилактике. То есть, человек каждый месяц, там, от 5 до 10 дней будет принимать антибиотики. Это те, у кого больше 4 раз возникает активный такой вот избыточный бактериальный рост в год, больше 4 раз в год, плюс есть какие-то факторы риска, ну, например, дивертикулы тощей кишки. Таким людям нужно рассматривать вопрос профилактики антибиотиками на регулярной основе. Только антибиотики нужно будет время от времени менять, чтобы не было резистентности. Есть, кстати, природные средства, обладающие противобактериальной активностью, ну, например, орегано. Тоже приём на регулярной основе может помочь снизить риски заселения бактериями кишечника. И, кстати, что интересно, физическая активность тоже помогает в борьбе с избыточным бактериальным ростом. Примерно 30 минут в неделю, 30 минут 3-5 раз в неделю. Что ещё важно, что бактерии всё-таки нужно питать, волокна должны быть растворимыми. Считается, что человек должен употреблять, ну, по разным данным, по-разному. Вот здесь на этом слайде 30 грамм в сутки в пищевых волокон. Вы здесь можете посмотреть, что это 5 порций овощей и фруктов в день. Одна порция – это 1 банан, ну, то есть 5 бананов, грубо говоря, нужно съесть. Или там 5 груш. Или 10 киви. Ну, вот вы поняли, как пользоваться этой таблицей, я думаю, этой схемой. Почему? Потому что бактерии очень важны, они вырабатывают короткоцепочные жирные кислоты, которые будут всасываться в кровь и давать энергию нашим мышцам, нашим органам, почкам, сердцу. И помогать печени справляться с её функцией. И предотвращать заболевания печени. Поэтому бактерии крайне важны и питать их тоже нужно. И нужно помнить, что если человек страдает таким серьёзным синдромом избыточного бактериального роста, конечно же, у него могут возникать грубые дефициты некоторых микроэлементов. Например, витаминов группы В, В1, В3, В12. И жирорастворимых витаминов, таких как А, Д, Е и К. И, в принципе, железо. Дорогие друзья, вы понимаете, что причин на самом деле у избыточного бактериального роста достаточно много. Его нужно подтвердить. И, конечно, это дело специалистов. Поэтому я достаточно кратко так пробежался. И не даю там конкретные схемы использования, например, антибиотиков. Потому что это должен назначать специалист. А в следующей части этого видео я расскажу вам о красдиете. О том, что мы можем делать дома. Как нам можно ещё попробовать победить это неприятное состояние. Я вас всех благодарю за ваше время. Пожалуйста, напишите комментарий, если вам было интересно. Или есть чем поделиться. Или просто хотите пожелать чего-то хорошего другим зрителям канала. Буду очень благодарен, если в это непростое время поддержите канал. QR-код на экране или ссылки в описании. И обязательно приходите в следующее видео. Потому что я расскажу о так называемой низкофодмап-диете. Как раз узнаете, что это такое. Потому что эта диета считается вполне себе эффективной для борьбы с избыточным бактериальным ростом. Всего хорошего, хорошего дня. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова